Усаков Юрий Витальевич, адвокат Московской коллегии адвокатов Филиппов и партнёров. Обращаюсь к председателю Верховного Суда Российской Федерации Лебедева Вячеслава Михайловича и председателю Московского городского суда Егоровой Ольге Александровне. Уважаемые, обращаюсь к Вам с ходатайством о прекращении нарушения норм УПП и УКС судьёй Троицкого районного суда города Москвы Рожковом АВ, кто три раза, а именно 5 февраля, 27 мая, 4 июня 2014 года умышленно совершил наказуемое деяние по статье 305 УК РФ, вынося заведомо неправосудный судебный акт, посовещавшись на месте на заявленный отвод суду. Но УПК часть 1 ст. 65 порядок рассмотрения заявления об отводе судей и часть 2 ст. 256 порядок вынесения определения постановления об отводе судей постановляет, что судья обязан удаляться в совещательную комнату, но судья преднамеренно на протяжении вот уже нескольких месяцев нарушает закон. Закон нарушает и нарушали оперативные работники, полицейские, УВД, город Троицка, изумали вещи без составления протоколов, протоколов в деле нет, а был изъят дорогой телефон Верту, и лишь через все с половиной месяца следователь Печников после неоднократных жалоб в Генеральную прокуратуру вернул этот телефон. Последующие жалобы в Генеральную прокуратуру и прокуратуру города Троицка не привели никаким последствиям, чтобы были привлечены к ответственности недостойные работники полиции. С таким ответом приходят письма. Нарушений нет, потому что дело находится в суде. Вы можете обращаться с этим ходатайством в суде, но в суде эти ходатайства судьей Рожковым АВ не рассматриваются по тем основаниям, что это не относится к рассматриваемому делу. Также следователь Печников совершил фальсификацию при ознакомлении с материалами дела по статье 217 и по защитной, и защитной, фотографировали, делали фотокопии, обнаружили, что судом не выполнено ходатайство в полном объеме, а находится постановление, что ходатайство удовлетворено в полном объеме. Об этом следователю Печникову было сказано, потому что нам в защите было важно получить распечатку телефонов разговоров. Но следователь Печников совершил фальсификацию, заменил постановление на постановление о частичном исполнении, и когда это обнаружилось уже в ходе судебного разбирательства, ни государственный объемитель, ни судья Рожков не хотят видеть нарушение. На ходатайство о вызове следователя Печникова в суд и его допросе получает защита отказа. Обращаюсь к вам, уважаемые Вячеслав Михайлович и Ольга Александровна, как к руководителям и представителям третьей власти Российской Федерации, судебной власти, а право является фундаментом государства. И революционные события, и военные действия в ближайших странах свидетельствуют, что когда нет права, нет законности, люди выходят на демонстрации, берутся за оружие и идут брат на брата. Поэтому в нашей стране сейчас серьезная ситуация. И в этом деле как раз вот пример, когда судья Рожков Троицкого районного суда демонстративно нарушает Уголовно-процессуальный кодекс и демонстративно нарушает Уголовный кодекс, статью 305 Уголовного кодекса. Защита считает, что судья Рожков не достоин занимать высокую должность судьи и продолжать рассмотрение судебного разбирательства по существу в отношении обвинений Старовойтова и Сеухина. Поэтому мы просим его отвезти и назначить другого судью. И приходит на ум фильм Брат 2, где говорится, в чем сила, брат, сила правды. И это верно. Всего вам доброго.